Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу рассказать вам историю, которую написал замечательный писатель Корней Чуковский. И называется она «Тараканище». Да-да, вот это тот самый бандит, который мы видим здесь. Давайте начнем. Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед, а за ним комарики на воздушном шарике, а за ними раки на хромой собаке, волки на кобыле, львы в автомобиле, зайчики в трамвайчике, жава на метле, едут и смеются, пряники жуют. Вдруг из-под воротни страшный великан, рыжий и усатый, таракан, 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 тараканище, он рычит и кричит и усами шевелит. «Погодите, не спешите, я вас мигом проглочу, 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 не помилую!» Звери задрожали, в обморок упали, волки от испуга скушали друг друга. Бедный крокодил жабу проглотил, а слониха вся дрожа так и села на ежа. Только раки-забияки не боятся бою драки, хоть и пятятся назад, но усами шевелят и кричат великану усатому. «Не кричи и не рычи, мы и сами усачи, можем мы и сами шевелить усами!» И назад еще дальше попятились. И сказал гиппопотам, крокодилам и китам, «Кто злодея не боится и с чудовищем сразится, я тому богатарю, двух лягушек подарю и еловую шишку, пожалуй!» «Не боимся мы его, великана твоего, мы зубами, мы клыками, мы копытами его!» И веселую гурьбой звери кинулись в бой. Но увидев усача, ай-яй-яй, ай-яй-яй, звери дали стрякача, ай-яй-яй! По лесам, по полям разбежались, тараконих усов испугались. И вскричал гиппопотам, «Что за стыд, что за срам! Эй, быки и носороги, выходите из берлоги и врага на рога поднимите-ка!» Но быки и носороги отвечают из берлоги, «Мы врага бы на рога бы, только шкура дорога, и рога нынче тоже недешевы!» И сидят, и дрожат под кусточками, за болотными прячутся кочками. Крокодилы в крапиву забилися, и в канаве слоны схоронились. Только и слышно, как зубы стучат, только и видно, как уши дрожат. А лихие обезьяны подхватили чемоданы и скорее со всех ног наутек. И акула увильнула, только хвостиком махнула, А за нею каракатится, так и пятится, так и катится. Вот и стал таракан победителем, И лесов, и полей повелителем. Покорилися звери усатому, чтобы ему провалиться проклятому. А он между ними похаживает, золоченое брюхо поглаживает. — Принесите-ка мне звери ваших детушек, Я сегодня их за ужином скушаю. Бедные, бедные звери воют, рыдают, ревут, В каждой берлоге и в каждой пещере зло в обжору клянут. Да и как же, какая же мать согласится отдать своего дорогого ребенка, Медвежонка, волчонка, слоненка, Чтобы несытая чучела бедную крошку замучила. Плачут они, убиваются, с малышами навеки прощаются. Но однажды поутру прискакала к инмуру. Увидала усача, закричала сгоряча. — Разве это великан? Ха-ха-ха! Это просто таракан! Ха-ха-ха! Таракан, таракан, таракашечка! Жидконогая козявочка-букашечка! И не стыдно вам, не обидно вам! Вы зубастые, вы клыкастые! А малявочки поклонились, а козявочки покорились! Испугались бегемоты, зашептали. Что ты, что ты? Уходи-ка ты отсюда! Как бы не было нам худо! Только вдруг из-за кусточка, из-за синего лесочка, из далеких из полей прилетает воробей. Прыг-да-прыг, да чик-чирик, чики-ри-ки-чик-чирик. Взял и клюнул таракана. Вот и нету великана! По делу великану досталось, и усов от него не осталось. То-то рада, то-то рада вся звериная семья. Прославляют, поздравляют удалого воробья. Ослы ему славу по нотам поют, Козлы бородою дорогу метут. Бараны-бараны стучат в барабаны, Сычи-трубачи трубят. Грачи-скалачи кричат, Летучие мыши на крыше Платочками машут и пляшут. А слониха-щеголиха так оплясывает лихо, Что румяная луна в небе задрожала. И на бедного слона кубарем упала. Вот была потом забота За луной нырять в болото И гвоздями к небесам приколачивать. Вот и сказке конец! А кто слушал, молодец! Хоть это и не сказка, А история замечательная! Спасибо!